Привет, любители киберпанка и старых игр! Сегодня мы снова окунемся в мир реальности 413. Выключите свои импланты, отложите пока погоню за кредитами. И мы начинаем. В этой игре очень много текста. Это и новости в мобильнике героя и дневник с его мыслями. Я буду читать по одному большому куску текста за раз, чтобы не превращать летсплей в аудиокнигу. Последние события развивались стремительно. Как в кошмарном сне. Черт подери, полиция, штурмовики, выбитые двери. Конечно, можно надеяться, что они просто зашли ко мне проверить документы. Но для того, чтобы проверить документы, под окнами не собирают половину всей полиции, что есть в нижнем городе. Этой двери не вышибают. Если пытаться как-то осознать происходящее событие, то я не могу связать их с какими-то другими факторами, кроме моего последнего взлома реальности. Среди общего потока сообщений было одно странное письмо, на черт возьми. Я ведь даже не успел его прочитать. Да, я понял, что это письмо от какой-то крупной шишки в небесном городе в Центральный Совет. Но, черт возьми, как они смогли так быстро вычислить меня? Может, просто сдаться? Нет уж. Эти ребята были настроены решительно. У меня уже есть социальные предупреждения. А стать лоботомированным зомби со стертой личностью мне как-то не улыбается. Черт, что-то мне не нравится. Развивающаяся перспектива. От системы еще никто не выходил. Хотя, наконец, можно будет попытаться скрыться в каком-нибудь глубоководном городе на дне океана. А может, в канализации организовать себе комарку? Ладно, пора прекращать. Тем временем наемники синдиката и охранники торговых операций занимаются полезной деятельностью и уничтожают друг друга. Скоро туда набегут бомжи и проститутки собирать лут, поэтому нужно успеть раньше, чем они. Так, вот этим бугаем-джобом мы пошли по этой эстакаде в другой конец карты. Правда, я сам не понял зачем. Видимо, чтобы хитро обойти всех сзади. Вот этот вот чувак, это контролер, представитель местной полиции. Низший представитель местной полиции, который даже не является ее составной частью. Да, это я. А только мечтает в нее попасть. Ну и типа, если контролеру удается выжить, то он становится полицейским. А тем временем мы хакером добрались до трупов. Сейчас начнем лутать. Сейчас начнем лутать, что-то я забыл, как это здесь делается. Пока еще живой, но это ненадолго. Взмем наружу персонажа. И видим, что у трупа есть пистолет под винтовочный патрон. Немножко патронов сейчас пособираемся, разложим. Разложили, сейчас немного подлечимся и пойдем к торговану. Смотрю, ты уверенно держишься. Похоже, ты готов поиграть в кошки-мышки со смертью. Мне как раз нужен такой отважный сукин сын, чтобы достать одну вещицу. Имплант с базой данных, знаешь, так и, конечно, знаешь. Так вот, я хочу подключиться. Я знаю, что чертовски люблю чужие секреты. Принесешь, я не останусь в долгу, можешь быть в этом уверен. Блин, этот имплантант продается в любом магазине. Чувак, видимо, действительно не очень умный. Хотя вот представьте, такое будущее, где можно купить имплантант и сразу поумнеть. Никакие там книжки не надо читать, ничего изучать в интернете. Вставил в башку что-то и бы умнел. А теперь потихоньку будем распродавать наш лот. Вот этот наш старый пистолет. Обычный пистолет для его хранения и применения. Не требуется специальной лицензии, в результате чего его имеют даже дети. Детский пистолет. А штурмовик наш забирается под мост, чтобы следующим ходом выскочить и грохнуть незадачливого контролера. Не стать ему полицейским. Волка ноги кормят? Да! Хитро тактически подбираемся. И стреляем. Преказ выполнен. Вот это хорошо. Но лотом, к сожалению, этот чувак не богат. Вообще брать нечего. Многие кормят. А у второго, кстати, тут второго контролера грохнули по ходу наемники. У него пистолет под винтовочный патрон можно взять. Но пока Джоб кормится под нужным кормом, хакер добрался до магазина оружейников. Ты новобранец? Нет? Мы набираем на службу парней. Не боясь, никого. Иди сего. Те, кто не прочь, заработать. И готов для этого, если надо убить человека. Подумай об этом. Если надумаешь, приходи. Торговой коалиции нужны преданные сордаты. Доказательство своей преданности. Убей сордата, синдиката. У меня есть для тебя дело. Готов рискнуть? Время, время. Черт, у меня стерка горит. Радно, теперь внимательно слушай. Меня ждет клиент. Очень серьезный клиент. А синдикату, доктору, ты ведь слышал, что они делают. Я не могу ждать. А знаешь, что делает мой клиент с теми, кто его подводит с товаром. Давай так. Я постараюсь отражить сделку. А ты без лишнего шума принесешь кейс с оружием от моего брата. Я в дорогу не останусь. Да, посреднее. Портривы долго не живут. Будь осторожен, или мы оба трупы. Ах да, совсем забыл. Вот тебе ключи от ворот моего скрада. Там есть лестница на крышу. Оттуда тебя доставят в заводскую зону. Что у него вообще за акцент, интересно, такой? Ну, впрочем, вы помните, что там выше... Недавно была перестрелка, скорее всего, там уже почти все мертвые. Вот мы сейчас туда поднимемся. Вот тут винтовкой удалось сражиться. А винтовка это, как известно, праздник. В описании винтовки. Когда-то эта винтовка разрабатывала для штурмовых подразделений полиция. Но получив огромное количество ругательных отзывов, винтовка была снята с вооружения и по классификации переведена в разряд спортивных. Права на хранение которой можно получить, вступив в любой спортивный клуб. У второго трупа, к сожалению, не оказалось ничего интересного. А третий труп еще жив, но это временное явление. В предыдущем видео у нас мужик просил отобрать его кошелек у шпаной. Вот этот чувак, это шпана. Ничего себе живучий. Но вот ему двух пуль хватило. А у него нет кошелька. Не тот. Ну что, лес рубит, щепки летят. Дошли до китайца, сейчас ему продадим всякий вишний лут. Ох, пение у тебя вообще отличное, чувак. Продадим винтовку, потому что мы для хакера нашли пистолет-пулемет. Он ему гораздо больше подходит. Вот этот вот самый. И купим у него имплантант, который нужен тому мужику, который хочет поумнеть. Конкуренты уже все подобрали. Да, парень, я смотрю, ты не промах, мы сработаемся. С этой штукой я смогу узнать очень многое. Я уже давно решил, что пора завязывать с торговлей всякой мелочёвки. Информация, вот настоящая власть. Вот мой новый товар. Помнишь, я обещал хорошо оплатить. Я знаю, что нужно таким сорвиголовам. С этими игрушками ты сможешь отправиться покорить его ад. Удача. Да, крутой сорвиголова. Магазин сходил с соседней. А может, вот этот вот кошелёк украл? Ну вот, посмотрите наружу. Просто вот трожа явно не вышла. Сейчас посмотрим, что у него в карманах есть. И что? Блин, а это снова не тот. У него тоже нет кошелька. Ну, всегда так. Хочешь что-то хорошее сделать, а получается мимо крокодилов каких-то валишь. Ставь Лукаса под видео, если же за. Зато броники хорошее спёр на складе торговой коалиции. Ну чё, перебираемся в ту локацию, где нужно достать пакет с оружием. Вот мы сюда прилетели. Нужно изначало перебраться в самый-самый-самый её конец. И по пути нас будут встречать бандиты синдиката, с которыми будет экшон. Очень суровый экшон. Как в старые добрые времена. Поехали. Попался. Так-то. Выполняю. Не с теми ты связался. На войне, как на войне. А, это я в воздух стрелял. Последний, что ты сделаешь. Ты предупредительный. Ха-ха-ха. Не ожидал от старого Джова. Придётся решать эту... Биоритм. Экспа есть. А если найду? Так-то. Ммм, кто же там такой? Неужто тот, кто всех остальных перестрелял за углом прячется? Не, не может такого быть. Приказ выполнен. Так-то. Для такую отупевшую рожу, я понимаю. Надо идти до конца. Завалив очередную отупевшую рожу, хакер получил новый уровень. Качать я буду, скорее всего, ловкать. Потому что она позволяет хакеру больше бегать за один ход. Это очень полезно, потому что... Ну, к примеру, за один ход можно успеть взломать больше роботов. А это на будущих уровнях будет очень полезно. Чёрт, их становится больше. Похоже, начинаются проблемы. Кстати, у второго нашего бойца, у Джоба, поначалу стоит качать интеллект. Потому что у него есть проблема. Ещё немного, и я расстроюсь. Он настолько тупой, что даже не может открыть некоторые двери. А это печально. В этой локации в самом конце можно неплохо полутаться. Здесь лежат энергетические щиты, которые очень помогут в конце. И очень мощный пулемёт, с которым Джоб может проходить до конца игры. Да, я знаю, мой брат послал тебя за этим. Будь аккуратнее, боевики синдиката не спят. Теперь ты их мешай номер один. Они спят, чувак, вечным сном. Ты не боишься вида крови? Это хорошо. Тебя ждёт сравная карьера в нашей службе. А пока считай это аванс. Принёс? Хвост не привёл? Прекрасно. Мы обдурили этих шакалов. Ну, выучил ты меня, приятель. Ну, теперь мы с тобой, братья. Мои проблемы, мои проблемы. Слушай, может тебе нужно разобраться с кем-нибудь? А? У меня появились новые пушки. Просто ураган. Видел бы ты, что остаётся от бедораги, в которого ты попадаешь. Ничего. Ха-ха. А может, что помощнее? Обращайся. Да я буду рад, как бомж, нашедший на земле после перестрелки гауссовую пушку, если ты поставишь лайк этому видео и подпишешься на этот канал. До встречи, до связи.